На этой неделе в Самарском зоопарке состоялось целых два события. 22 апреля здесь отметили Международный день земли, а двумя днями позже своеобразный день воды и ее обитателей. Дети и Самары, и области слушали колокол мира и наблюдали за черными лебедями в их новом летнем доме. Весной года защиты окружающей среды проблемами стихий озаботились и взрослые. Самарские чиновники, ученые и представители бизнеса провели семинар по проблемам отходов. Сможет ли Самара стать национальным центром по рециклингу, вы узнаете из нашей программы. Международный день матери земли самый массовый экологический праздник на планете. Стал он таким всего за 40 лет после инициативы экологического активиста из США Гейлорда Нельсона. К 1990 году в праздновании дня земли принимали участие 200 миллионов человек из 140 стран, а двумя годами позже к ним присоединилась и Российская Федерация. В России день матери земли традиционно считается днем общественных организаций, которые проводят акции и мероприятия, направленные на экологическое просвещение. В этом ключе работают и в Самарском зоопарке. Вот уже 15 лет, 22 апреля, здесь собирают детей и рассказывают им о том, какая это большая ответственность – жить на родной планете. И собрались мы в этом зале просто так, а чтобы отметить праздник День Земли. Все мы живем в великой, огромной стране. Велика наша планета и прекрасна. Наверное, нет такого цвета, которого не было в природе. Природа – это настоящий храм красоты, дающий себе много прекрасного и загадочного. И мы сегодня, дорогие ребята, совершим путешествие в мир природы, познакомимся с ее обитателями и подумаем, как же сохранить все то, что нас окружает. В легкой игровой форме гости праздника познакомились и смогли узнать побольше о растениях и животных Самарской области, которых совсем скоро можно будет наблюдать не только на картинках, но и в живой среде. Кроме игр, конкурсов и подарков, нашлось на празднике место и серьезной ноте. Детям показали видеопрезентацию, посвященную тому, что случается, если человек перестает задумываться об экологии. День Земли – это день, посвященный нашей чудесной планете, на которой мы все живем. Но не только мы, но еще множество разных других видов животных и растений. И должны мы жить все вместе, дружно, а не так, как живем сейчас. Пока человек все переделывает под себя, а должен делать так, чтобы было хорошо и ему, и животным. Вот это мы хотим научить подрастающее поколение, которое позвали к нам в зоопарк. Для этого мы рассказываем о судьбе нашей планеты, проводим различные конкурсы на эрудицию, на знания разных особенностей животных, растений, подвижные конкурсы. Поэтому уверены, что это повлияет на ребята, они будут хотя бы меньше мусорить, или еще как-то бережно относиться к растениям, к животным, понимать, что цветочка льва может оказаться редким, что сорвав его, он исчезнет навсегда. Просто можно такое растение посмотреть на него или сфотографировать. Хотим это привить детям. Для водоплавающих птиц в зоопарке привели в порядок и заполнили водой пустующий зимой бассейн. Пара уток и тандем черных лебедей обходились без воды почти полгода. Теперь весь весенний и летний сезон они проведут в родной стихии. В конце апреля в Самаре прошел семинар под названием «Рециклинг. Переработка отходов и чистые технологии». Во встрече, организованной Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, приняли участие чиновники, ученые и представители бизнеса. Одной из основных тем семинара стало обсуждение перспектив развития кластерной политики в Самарской губернии. Кластер сам по себе – широкое понятие, обозначающее несколько связанных между собой элементов, вместе образующих новое единое целое. Кластеры бывают музыкальные и лингвистические, химические и галактические. Теперь кластерная политика приходит и в национальные экономики. В одном из городов Китая есть кластер, который производит 70% мирового объема всех зажигалок. Вот это мощь. В Словении есть кластер, один из сильнейших в Европе, который производит автокомпоненты. Есть кластеры в разных направлениях. У нас в России, скажем, кластер стрелкового оружия на базе производства автомата Калашникова. То есть это какая-то идеология, которая формирует по принципу единство продукции, единство сырья. И поэтому вот это может быть связующим, поскольку люди, которые занимаются отходами, у них есть какая-то общая идеология. Да и сырье, в общем-то, одно и то же. То, что пришло в негодность. Вейст, ненужность. Одной из долгосрочных экологических задач губернии является создание кластера рециклинга. То есть системы, направленной не на утилизацию отходов различных производств, а на их переработку. Суть рециклинга состоит в том, чтобы не выбрасывать ненужное, загрязняя природу, а создавать из отходов товарный продукт. В идеале все предприятия, входящие в кластер, замыкаются в цикличную систему безотходного производства. Экономика цикла. То есть ориентир должен быть, конечно, на отходы, но отход рождается в момент создания изделия. Именно поэтому у немцев есть закон. Крайсвертшавт. Экономика круга. Немцы изначально закладывают так, что любое изделие, прежде чем появиться, думают уже, о каком будет рециклинг. Если это сформулировать жестко, объекты, которые не будут иметь гарантированного рециклинга, вообще не должны производиться. Все мы привыкли к тому, что отходы, к примеру, нефтегазодобывающих предприятий в лучшем случае сжигаются, а в худшем – отстаиваются под открытым небом, отравляя воду, воздух и землю. Доклады самарских ученых и столичных инноваторов убеждают в обратном. Даже из ненужных шламов можно создать используемые грунты, а вредные соединения переработать в чистые химические элементы. Традиционно мы привыкли к слову «утилизация», но поскольку я последний год занимаюсь исключительно рециклингом, пытаюсь найти там какие-то общие теоретические подходы, то можно такой образ привести – «утилизация точка» – рециклинг-сеть. То есть рециклинг – это сетевая структура со своими потоками. Утилизация относится к конкретному производству, к какой-то одной стадии. Создание кластера рециклинга может решить множество проблем, как экологических, так и экономических. Вот только пока к этому термину представители бизнес-сообщества относятся настороженно. Докладчики на семинаре так и не дождались ни одного вопроса от работников отходообразующих предприятий. Будем надеяться, что такие встречи будут проходить регулярно, и взаимный обмен опытом в итоге увенчается успехом. Наступающие майские праздники для многих самарцев станут первой возможностью выбраться на лоно природы. Напоминаем вам, что с 26 апреля Самарский речной порт открыл навигацию по всем возможным направлениям. Чем не повод посетить доселе неизвестные места. Будьте ближе к природе. До свидания.